Целительная сила сердца К тому же твой вопрос подсказывает нам тему сегодняшней беседы Я рассказывал матери маленького мальчика о том, каким образом она сама способна помочь своему чаду спокойно спать по ночам Разве человек без особой подготовки может лечить? А почему нет? У этой молодой мамы очень горячее и доброе сердце А знание? Разве одной теплоты сердца достаточно? Для того, чтобы помочь своему ребенку достаточно Что же вы и посоветовали? Всего-навсего правильно стирать и сушить одежду малыша И этого может быть достаточно для лечения? Если правильно распорядиться своей любовью, то вполне достаточно Любящая мать способна так исцелять, как не способен ни один из целителей И даже лучше вас, дедушка И даже лучше меня Но если заболеет муж этой женщины или ее мама Способна ли она их исцелить? Если их любит, то да, способна А если не любит? Если нет любви или хоть немного сочувствия, никакого эффекта не будет По-вашему можно иметь доброе сердце, ничего не знать и лечить? Доброе сердце – это уже великое знание Знание, исходящее из глубин человеческой души И оно не требует объяснений Но почему тогда и у добрых мам дети все же болеют? Это все от живущей в каждом из нас лени Мамы не выполняют разумных правил ухода за своими детками В чем же тогда заключаются эти правила ухода? В общем, универсальном смысле Это осознание всех наших производимых действий А более конкретно В приобретении опыта делать работу ради самой работы И тихонько, легонько проводить по ходу своей работы Тоненькую серебряную нить искреннего и благородного замысла В данном случае машинная стирка одежды Должна быть заменена ручной стиркой С сопровождением этого процесса состоянием любви к работе И желанием иметь здоровых детей Ох, как это все запутано Что-то я этого не улавливаю, дедушка Хорошо, скажу немного понятнее Когда ты коснешься языком батарейки, она тебя ущипнет Когда в морозную погоду влажной рукой возьмешься за металл Он тебя привяжет Вот так же одежда, которая стирается нашими руками Набирает на себя заряд человека И записывает не только его силу, но и его чувства А так же и его мысли Сила уходит сравнительно быстро Чувство оставляет более глубокий след А вот мысль Она остается, видимо, навсегда Теперь понятнее? Начинает проясняться дедушка Это действительно очень интересно И так просто, и так непросто одновременно Слушай дальше Очень важно для тебя осмыслить услышанные и найти подобные аналогии в окружающем Когда стирает машина, она всего лишь очищает одежду Стирка же руками, как я уже говорил Оживляет ее Но это еще не все Далее способ просушки Лучше это свежий, свободный воздух Где есть ветер, солнце и луна Ветер освежит Отредактирует силу Солнце принесет улыбку и оптимизм А луна даст внутреннюю, чувственную глубину Своеобразный романтизм И не спеши хвататься за утюг Иначе разрушишь все то полезное Превратишь живое дыхание в стерильность, безжизненность Что, совсем ничего не утюжить? Если на то нет особой необходимости То лучше не делать это Особенно это относится к нижнему белью Его сынок просто необходимо стирать только руками И не утюжить Забегая наперед скажу Это правило относится к способам лечения Женских и мужских заболеваний Полезно всем это знать Жаль, что это сейчас недопонимают Мне дед не верится, что воспаление мочевого пузыря Можно вылечить всего только с помощью Внимательной ручной стирки и правильной просушки Многие лет эти люди это делают Но в то же время Постоянно болеют Тем не менее не избавляются от страданий Ты забыл, о чем я говорил перед этим Я просто не успеваю все переварить в себе Дедушка Ты сказал, что многие следят за собой и продолжают болеть Позволь мне с этим не согласиться Много ли людей следят за собой так прилежно? К тому же, а я это уже говорил Мало только выполнять физически Нужно еще уметь свое физическое действие Сопровождать внутренним удовлетворением от стирки А к этому еще и осознавать Думать, что чистота будет лечить вашу болезнь Действия, чувства и мы, слитые воедино Это истинное искусство жить Жаль, что понимать мы это начинаем только в старости Да и то не в сей А кто и понимает, то не имеет возможности высказать Научить этому других Как мало сейчас уважения к старшим Впрочем, сами старшие в этом и повинны Надо учиться высказываться так, чтобы было понятно Могу ли я, молодой, соединить эту троицу в себе? Спрашиваешь, можно ли стать мудрецом в молодости? Буду ли я тогда сильным? Конечно, можешь Всякое молодое деревце несет в себе зародыш будущего плода Действие твое будет, несомненно, сильным Чувства тоже Но импульсивные, непостоянные И того мало конструктивные Для сил и чувств необходимо постоянное преодоление препятствий Подобно, как ты вчера бегал по лесу, укрепляя сердце и мышцы Сила мысли Это, юный мой друг, тема особая Пока я об этом с тобой говорить не стану Пролетит мимо ушей Вы меня обижаете, дедушка Это тоже препятствие, ты обиделся А за что? Побежает садить деревце за то, что с него ранним летом не сорвали зеленое яблоко Как я понимаю, яблоня за это даже поблагодарит Осенью, наоборот, оставишь яблоко гнить на ветке Обижена будет яблонька А сорвешь и съешь И она благодарна будет тебе Да еще и согреется Это подобно тому, как мы с вами помогали обрести радость девочке, когда смаковали принесенные ею груши? Кто еще радовался тогда, догадываешься? Вижу, вижу Конечно же, груша, деревце, что вырастил этот плод Теперь не будешь на меня обижаться? Нет, дедушка Извините меня за это Теперь я постараюсь вести себя более разумно Всему свое время, говорят люди Продолжение следует...